Деловые игры, квесты, встречи со специалистами, лабораторный практикум. Уже несколько лет в НИЕФ и Дворец детского творчества реализует проект «Профтренд». Его цель – познакомить городских школьников с различными профессиями, востребованными в ядерном центре. Софья участвовала в проекте первый раз. Пришла, потому что заинтересовала тема – радиотехника. Что нового узнали? То, что радио используется во многом, но помимо связи, еще и в фильтрах разных соцсетей. Также интересно было посмотреть, как это все работает, от чего это зависит. В школах проходит только теоретические основы радиотехники. В учреждениях доп. образования техническая составляющая тоже по ряду причин западает. Не хватает специалистов, оборудования, нет возможности вести такие занятия в системе. Показать особенности технических профессий, в том числе и профессии радиотехника, помогает «Профтренд». Показать именно изнутри профессию. Потому что, когда звучит радиотехника, ну и что это такое? Да ну, радио, прошлый век, девятнадцатый век. Или техника. Да что техника? Вот биороботы или нанотехнологии. Вот как красиво звучит. И за красотой за это дети и гонятся. А нам нужно показать не только красоту звучания, а значение, смысл, сути. Это поможет ребятам определиться с последующим направлением подготовки или специальностью для поступления в высшее учебное заведение. Это поможет ребятам понять, интересна ли им эта сфера. Ну и самоопределение, как мы знаем, очень важно в нынешней жизни. Один кабинет дворца заняли эксперты с оборудованием. Вместе со школьниками они настраивали антенны, подгоняли частоты и улавливали передачи. В другом кабинете ребят погружали в теорию радиотехники и рассказывали, чем одна специальность отличается от другой. Особенно старшеклассников интересовал, куда стоит поступать, чтобы в будущем пойти на работу во ВНЕФ. Со специальностью радиотехника, с таким направлением подготовки работают очень многие вузы. И, конечно же, Российский Федеральный Ядерный Центр трудоустраивает таких специалистов. Они наиболее востребованы. Эта специальность очень важна в настоящее время и, конечно же, специальность будущего. Есть такое направление подготовки в Нижегородском техническом университете, во Владимирском университете, в очень многих вузах Москвы. На подведение итогов встречи на вопрос, кто задумался о выборе профессии радиотехника, больше половины старшеклассников подняли руки. И это уже можно считать знаковой победой организаторов проекта. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.